В интервью он признался, что умирает. Новые откровения шокируют. Как теперь поступит принц Гарри? Передача власти будет осенью. Ужас королевы Марии. Казанова потребовала миллион евро. Расскажу, кого арестовали и как принцесса просила поцелуи. Смотрите до конца. Выпуск будет шокирующим, и я решила не тянуть. Арестовали за изнасилование, не поверите. Но книжка графа Спенсера имела большие последствия. Уже арестована женщина, которую он обвинил в изнасиловании. Помните его книгу «Очень сокрытая школа». Я вам об этом очень красочно рассказывала. Так вот, на страницах этой книги своей граф Спенсер рассказал, что его изнасиловала учительница. Помните этот момент? Так вот, граф Спенсер рассказал, а Скотланд-Ярд действует. Они стали расследовать после выхода книги и после того, что он рассказал свои книги. И расследование привело к тому, что они нашли в сельской местности Великобритании женщину, которой 67 лет, которую арестовали и сейчас выпустили под залог. Ей уже предъявили обвинение, как вы понимаете. Она та самая женщина, но имя не разглашает. Что теперь будет, я не знаю. Мы будем держать вас в курсе событий, но тем не менее, только посмотрите на то, что творится. Граф Спенсер, зная, что такое может произойти, пожаловался на весь мир, что его изнасиловали в школе и впоследствии не заставили себя ждать, когда им нужно. Я про Скотланд-Ярд. Они очень быстро действуют. Если честно, сегодня такие новости. Я даже не знаю, как вам помочь. Держитесь там крепче. Следующий шок испытали в Датском Королевстве. Королева Мария, которая появлялась на последних мероприятиях в сказочных образах, не снимая, носит кулончик на своей шее у сердца с инициалами мужа-измейника. У нее огромные проблемы. Только посмотрите, что произошло за вчерашний день. Вспоминаем, кто такая Дженовева Казанова. Кстати, вчера я ее вспоминала. Если вдруг вы не смотрели выпуск, просто потрясающий, интересный, насыщенный. Он выходил поздно вечером на канале Аморы Ройл. Если пропустили, обязательно смотрите. Так вот, Дженовева Казанова отправилась в суд. У нее в руках была бумага. И эта бумага иск на 1 миллион евро к журналу Лектурас. Именно журнал Лектурас опубликовал фотографии и весь этот рассказ. То, что произошло между Фредериком X, на тот момент Кронпринцем Фредериком, и Дженовевой Казановой, не осталось тайной. Именно благодаря этому журналу. Она требует за публикацию своей фотографии 1 миллион евро. О каком спокойствии может идти речь? Газеты буквально взорвались после того, что произошло. Все глаза обращены к королеве Марии, Фредерику и к датскому королевству. Вы нас не обманете, кричат со всех сторон. Я понимаю, что мы с вами множество раз обсуждали эту тему с изменами Фредерика, с тем, как это происходило. И я хотела обратить ваше внимание на вот какой момент. Он что, этот Фредерик X надеялся на то, что она отстанет от него? Что она сядет где-то там в стороне и будет тихо плакать, не давая о себе знать, что она ничего не потребует, проглотит, что ее опозорили на весь мир, оставили без мужика королевской крови. А ведь она так старалась. Буквально надорвалась бедняжка. Все это же происходило не просто так. Или он надеялся, что она отправится искать очередного мужика. Ну не, Фредерик, ты жирная рыбка, хороший улов. Она сделает все для того, чтобы вывернуть тебя наизнанку. И не только тебя, но и твою бедняжку жену. Мэри, интересно, как она себя чувствует. Но если посмотреть на то, что делает Казанова, она же осталась без гроша, скорее всего, без его поддержки. Потому что, наверное, весь мир следит за его траншами и за тем, как он себя ведет, согласитесь. Кроме этого, о продолжении какого-то романа не идет речи. И она, долго не думая, отправилась в суд для того, чтобы позорить и дальше датскую королевскую семью. Кроме этого, у Фредерика есть враги. Я думаю, кто-нибудь мог и поспособствовать тому, чтобы она отправилась сюда. Да, и такие мысли приходят мне в голову. Фредерик наивный. Он ездил в январе в Испанию. Помните, его на этом ловили. Возможно, он пытался с ней договориться. Но еще, кто слил всю эту информацию? Весь их маршрут следования. То, что они делали в течение этого дня. То, что напечатали Лектурос. Откуда они это все узнали? Может, она сама, Дженовева Казанова, и сливала эту информацию. Не буду затягивать эту тему. Она, конечно же, шокирующая. Но у нас огромное количество других не менее скандальных новостей. От Лектуроса требуют миллион евро. А все смотрят на любовницу и продолжение в датской королевской семье. Буду благодарна, если вы напишите несколько слов на эту тему. Добрый вечер! Вы смотрите канал Deutsche News. Меня зовут Альбина. Надеюсь, у вас хорошее настроение. Сейчас продолжу вас шокировать. Кстати, этот выпуск и выпуск, который выходил вчера, да и вообще все выпуски, они такие интересные. Пожалуйста, делитесь нашими видео. Но аудитория расширяется. Мы растем вместе с вами. Огромное спасибо всем тем, кто не забывает нас поддерживать. Давайте активничать и расти вместе. Сейчас я продолжу свой рассказ. А вы помните, что следующий розыгрыш состоится 15 июля. Так что подписывайтесь, отвечайте на наши вопросы, активничайте. Участвуйте в жизни наших каналов. Нам с Кариной будет приятно. И хочу поздравить принцессу Уэйску Кэтрин. Сегодня у ее любимого отца Майкла Миддлтона день рождения. Поздравляем! Ему исполнилось 75 лет. Да, вот такая круглая дата. Уверена, что Миддлтоны отмечают, и что дочь, скорее всего, будет в гостях. Как считаете? Если кому-то нравится эта семья, поздравляйте, присоединяйтесь к поздравлениям. Ну, а я иду дальше. Принцесса Уэйска Кэтрин, у нее украли дочь. Она теперь не Шарлотта Виндзор и не Шарлотта Уэйска, а Шарлотта Свифт. Все это произошло после того, как они сходили вместе с Джорджем и с папой на концерт Тейлор Свифт. Об этом мы рассказывали. Как вам Шарлотта Свифт звучит? Нет, фанаты там беснуются, говорят, что Шарлотта теперь их любовь. Я думаю, что у уэйских прибавилось подписчиков. Мы их с этим поздравляем. Но еще про Шарлотту вышло несколько громких публикаций. Во-первых, очень строгая Шарлотта, которая похожа на свою бабушку, на Елизавету II. Та в детстве также обладала таким крутым нравом, строгим. Всех поучала, все всегда знала лучше всех и никому не давала спуску. Вот и Шарлотта точно такая же. Один в один. Ну надо же, чтобы это повторилось через поколение. Копия Уильям и бабушка Елизавета. Ну вот мы с вами и подобрались к одной из самых скандальных тем. Я вам дала отдохнуть с Шарлоттой. А теперь смотрим на то, что произошло сегодня, в выходной, в воскресенье. Британская газета Daily Mail напечатала эксклюзивное интервью. Автор, репортер, который разговаривал с Томасом Марклом Старшим. Ее зовут Кэролайн Грэм. Спасибо ей огромное. И она очень красочно описала ситуацию, в которую попал отец Меган Маркл. Но не спешите делать выводы. Это интервью касается напрямую и Уэльских, и королевской семьи, а также принца Гарри и его детей. Кэролайн, разговаривая с Томасом Марклом Старшим, обозначила, что он выглядит чрезвычайно плохо. Он собрался умирать и признался ей в интервью, что чувствует с каждым днем, как угасает в нем жизнь. И он никогда не думал, что будет умирать один, и что его дочь его бросит. И поступит с ним так, после того, как он ее воспитал. Напоминаю для тех, кто, возможно, смотрит нас недавно, или забыл, что у него было два инсульта, и он реально плохо выглядит, у него постепенно исчезает речь, любая активность ему. Очень скоро исполнится 80 лет, но Меган Маркл, наверное, нацелилась на его наследство, но не собирается его прощать. Он рассказал интервьюеру о том, что прожил хорошую жизнь, за исключением последних шести лет, которые были отравлены с особой жестокостью его дочерью Меган Маркл. Он подчеркнул, что он уверен, что она его не простит. Прошло шесть лет, повторюсь, она и не подумала изменить свое решение. Такую жестокую дочь еще нужно поискать. И это слова Томаса Маркла Старшего. Но если отвлечься от истории с Меган, то он рассказал автору, что когда он смотрел все, что происходило в последние дни в королевской семье, он очень много испытал сочувствия, шока. Он прекрасно понимает монарха, потому что сам чувствует себя плохо. Как это трудно понимать, что тебя покидают силы, и ты уже совсем не тот. Он переключился также на принцессу войску. Кэтрин сказал несколько приятных слов, в отличие от своей дочери. И сказал, что видел балкон и парад войска цвета. Появление Кэтрин он назвал практически волшебным. Когда они стояли вместе с детьми на балконе, он сказал, что буквально рвал на себе волосы. Ведь его внуки, пусть он их и не видел, также достойные стоять там на балконе. Он явно подчеркнул, что Меган Маркл стоило бы подумать о их будущем и о том, что она с ними делает. Им бы очень хотелось бы подружиться с красивыми, приятными, воспитанными детьми уэйских. Что это была бы такая дружба, которая им помогла бы. В смысле, детям Меган Маркл и принца Гарри. Но Меган не думает ни о ком, ни о чем. Она типичный нарцисс. Он продолжал делать комплименты королевской семье, выказывал огромное количество сочувствия в связи с болезнью Кэтрин и с болезнью монарха. Но потихоньку он подошел к теме принца Гарри. Забыла сказать, что Томас Маркл старше подчеркнул отец Меган, какое сочувствие она может выказывать принцессе Уэйской Кэтрин или монарху, если она не может выказать никакого сочувствия своему собственному отцу. Ее надменность и высокомерие – это нечто. Не верьте в то, что она кому-то сочувствует. Примерно так. Ну а сейчас я хотела бы сказать все-таки несколько слов про принца Гарри. Он подчеркнул, что за все это время, за все эти 6 лет у принца Гарри была возможность познакомиться с отцом своей жены. И даже в тот момент, когда они не поссорились, он не пожелал этого сделать, что Гарри его удивил не меньше, чем собственная дочь. Они нашли друг друга о том, что ничего плохого ему не делал. И на протяжении всех-всех-всех этих лет он надеялся, что именно Гарри как-нибудь уговорит не только Меган, но найдет путь в его дом и покажет ему внуков. Но этого не произошло. Это то, что сказал Томас Маркл-старший. И я хотела бы добавить от себя. Только посмотрите, каждый раз я сажусь перед вами и говорю, что мне жалко этого принца Гарри, что он потерял мать, пережил столько всего. Чувствует себя запасным, бедняжка. Но на самом деле, какой же он пафосный и испорченный. Посмотрите, он с надменностью посмотрел на этого человека, который сделал все для того, чтобы вырастить дочь. Да, она, конечно же, оказалась, мягко говоря, не буду обзываться, но вы понимаете, ничем хорошим она не оказалась в итоге для всего мира. По крайней мере, большинство людей это замечают. Но Гарри также, ну, совсем плохое воспитание показывает. Он бравирует потери матери, а сам лишил своих детей двух дедушек. Он поступает так странно, что порой задаешься вопросом, я что, сплю? Это что-то из области фантастики, потому что каждое действие, я про Гарри, оно нелогичное, согласитесь. И если вернуться к Томасу Марклу Старшему, по итогу человек реально все, он чувствует, что конец близок. И это интервью, оно такое, знаете, прощальное, дай бог ему здоровья и жизни, конечно же. Но автор этой публикации подчеркивает, что посмотрите, Сассексские, и то, что происходит с этим стариком, это же стоит на одном уровне, на одной ступени, и они ничего не делают долгие годы. Так что надеяться, хотя бы питать такую надежду, что эти двое нормальные, не стоит. А сейчас мы с вами победоносно переносимся на Роял Аскад. И Камила нашла себе новую, да, волосатую шляпку. Скорее всего, вы видите Страуса на весь экран. Как он вам? Обязательно пишите. Когда они ехали в экипажи, все это начало вместе с монархом, вы можете увидеть это на экране, как она что-то недовольное ему шепчет, и с кем-то там переговаривается, мало улыбается, ну а впоследствии ее развлекала, да, подружка Питера Филлипса. Но обо всем по порядку. И еще, какую же умопомрачительную брошь носила королева Камила? Смотрим на руку королевы Камилы, и она носила очень интересный, вот такой как теннисный бриллиантовый браслет. Точно такой же, ну почти такой же, есть у принцессы Уэйска Кэтрин, по-моему есть и у Меган Маркл, клясться не буду, но тем не менее, по памяти. И еще, этот браслет из сокровищницы, то есть принадлежал Елизавете Второй. Что же касается вот этой красивой броши, это также бриллианты, и называется она Жордин Стар, тоже принадлежала Елизавете Второй. Платье новое Анна Валентайн, и шляпка новая Филипп Тресси. Как вам страус на голове, обязательно пишите. К королеве Камиле мы еще вернемся, а сейчас смотрим на принцессу Йорка. Это Беатрис, она была без Евгении, но была со своим супругом Эдуардо Мапеле Моци. Что касается ее платья, этот принт, возможно, не всем понравится, как и цвет, но именно этот принт в тренде в этом году. И почти каждый бренд, включая масс-маркет, выпустили нечто подобное. Если вам нравится, то вы точно сможете найти. Это Эмилия Уикстед. Платье, раз Эмилия Уикстед, очень дорогое, стоит больше двух с половиной тысяч фунтов стерлингов. Что же касается обуви и клатча, это любимый бренд Меган Маркл, Акуазура. Эдуардо Мапеле Моци выглядел великолепно. Они оделись созвучно. Я про Беатрис Эдуардо. И еще мы забыли вчера вам рассказать о том, что Эдуардо посещал этот концерт Тейлор Свифт вместе со всеми остальными, но без Беатрис. Видимо, она нянчилась с детьми. Еще вы можете увидеть, как они очень даже с пристрастием общаются с Виндзорами. Я имею в виду леди Фредерик Виндзор, Софи Уинклман, известную актрису. Она выглядела потрясающе ярко, согласитесь. Ну, очень такое строгое платье, пальто в таких ярких цветах. Белый сделал свое дело в сочетании с королевским синим. И, ну, я не знаю, один из самых таких запоминающихся, нарядов. Она пришла также со своим супругом. С ней все хотели общаться. Она была в центре внимания. Я про Софи. Что касается монарха, несмотря на моментами хмурую Камилу, он смеялся, много улыбался и был, скажем так, общителен. Но я заметила, что его немножко плохо припудрили в этот раз. Это неплохо, неплохо, но очень воспаленные красные глаза у бедняжки. Я люблю этот розовый жилет. Почти мне кажется, это так экзотично и импозантно смотрится, как думаете вы. Ну, а теперь это Гарриет. Все и вся написали про нее. Она сделала все возможное, чтобы оказаться на каждой фотографии. Питер Филлипс, который не только с ней целовался, не только с ней обжимался и знакомил с остальной частью королевской семьи. Он еще смотрел на нее восхищенно моментами. Если честно, он такой взрослый уже мужчина, столь восхищенные взгляды меня лично немножко удивили. И я хотела бы сказать, что газеты, ну, буквально жирно намекают, что свадьба близко. Представляете, как это близко? Только познакомились и уже так близко. Она нашла точно общий язык с королевой Камилой. Возможно, они одного поля ягоды, хотя Камила обожает все аристократично, а девушка Гарриет не имеет никакого отношения к аристократии, но даже не сомневайтесь. Сейчас газеты покопаются, покопаются, отнесут каплю ее крови куда-нибудь и обязательно найдут где-то там через 100 поколений аристократов. и скажут, что Питеру Филлипсу можно жениться. Но у меня, знаете, другой вопрос возник. Как к этому всему, к такой яркой женщине, интересно, относится очень строгая мама Питера Филлипса, королевская принцесса Анна? И как вам эта девушка и ее образ? И мы с вами переносимся в норвежское королевство. Смотрим. Конечно же, это Марта Луиза и ее неугомонный шаман. Они решили разливать джин, который будут подавать на свадьбе. Напоминаю, что 31 августа в этом году, очень скоро, согласитесь, состоится свадьба в Норвегии. Все будет сказочно. Именно на этой свадьбе Марта Луиза со своим шаманом решили подавать джин. Особы, которые изготовили вместе с местной, с норвежской алкогольной компанией. И именно этот джин они собираются продавать и зарабатывать на нем. То есть, сперва на свадьбе, а потом уже всем остальным жаждущим напиться. Как вам эта идея? Обязательно пишите. Я хотела бы сказать, что шаман пытается заработать буквально на всем. В этот момент мы с вами мысленно переносимся во Францию, где состоялся показ Диор Холм. И там появились мужчины из королевских семей. И вы, скорее всего, уже видите перед собой красавчика и супруга Беатрис Барромео Пьера Козераги. Я хотела бы сказать, что княжество Монако было представлено не только Пьером, который выглядел великолепно в Диор, но и еще незаконорожденный сын, тот самый Александр, да, он появился, сын Альбера, на показе Диор Холм. Вот так вот развивается история. Ну а сейчас мы с вами не уходим далеко от моды и от всех этих брендов. И смотрим на то, что произошло с сыном принца Иохима. То есть переносимся в Данию. Старший сын Иохима, принц Николай, вот тот с накрашенными губками, помните, мы его не очень давно обсуждали, у него есть девушка и уже давно. Так вот, поклонницы этого Николая настолько жестко преследуют его девушку, что она отправилась в полицию. Преследование угрожает ее жизни и сейчас полиция занимается этим делом. Об этом написали все газеты. Девушка говорит, что она крайне несчастна, что она не виновата, что девушки, которые якобы влюблены в ее парня, они вовсе не добры к ней. Ну а полиция, надеюсь, в скором времени разберется. Ну а сейчас мы с вами возвращаемся в Лондон, где напечатали интервью Кевина Костнера. Актер из «Телохранителя» рассказал душещипательную историю и пожаловался на королевскую семью. Они ему не нравятся, причем совсем. Когда-то давно, в 1997 году, он хотел снять еще один фильм «Телохранитель». Помните, после Уитни Хьюстон такой успех, конечно же, мысль возникла у него правильно, и еще более правильная мысль у него в голове возникла в тот момент, когда он подумал, что сыграть может только принцесса Уэльская Диана. Согласитесь, он был прав. Да, ну я, по крайней мере, так думаю. Так вот, Кевин Костнер рассказал, что их познакомила Сара Фергюсон, и все, в самом начале развивалось нормально. И чтобы не забыть, сразу расскажу, что в какой-то момент Кевин Костнер услышал от принца Уильяма, от старшего сына Дианы, что он, в смысле, Кевин Костнер, нравится его маме. Выдал секреты мамы. Как вам такое? Ладно, вернемся к этой истории. Принцесса Уэльская Диана обратилась к Кевину Костнеру и спросила про поцелуй. Он удивился и сказал, а вы хотите, чтобы был поцелуй? И она сказала, да. И он сказал, раз хотите, значит, поцелуй будет. Почему бы и нет? Я не знаю, пересказывать это немного смешно. Ну, а далее история приобрела совершенно другой оборот, потому что на авансцену вышла королевская семья, которую возглавляла Елизавета Вторая и принц Филипп, как вы понимаете, и все это прикрыли. Кевин Костнер очень долго в течение этого интервью жалуется на королевскую семью, говорит, что все оборвалось, ничего не было возможно понять, это было так уродливо с их стороны прекратить это все, ведь она хотела сняться в этом фильме, но они нажимали на все возможные кнопочки, чтобы у них ничего не получилось. И в какой-то момент ему, актеру, удалось связаться с Сарой Фергюсон, которая сказала, слушай, прекрати это все, тебе не нужно это знать, кто нажимает на все эти кнопочки, остановись, стоп. Кевин Костнер сказал, что немножко они поссорились и сейчас Сара Фергюсон относится к нему с холодом. Произошло далее следующее, принцессы Уэйска и Дианы не стало, случилась эта катастрофа и Кевин Костнер рассказал, что после этого он пережил огромную-огромную боль, шок и подумал, что кроме нее никто на этом белом свете сыграть эту роль не может. Но сейчас ситуация изменилась и я вижу одну кандидатуру и ее зовут также принцесса Уэйска. Я помню, как скептически вы отнеслись к моему рассказу о возможном разводе. Мы говорим сейчас про принцессу шведскую Мадлен. Как вы помните, я вам рассказала, что она приземлилась в Стокгольме. Она вернулась и сразу окунулась в огромное количество событий. В первую очередь ее мама, видимо, ее очень сильно любит. Я не знаю, или они ждали лета, но юбилей королевы Сильвии состоялся не так давно и она принимала в нем активное участие. Ну, дочь принимала участие, что тут интересного. А интересно то, что она пришла с детьми и без мужа. Муж пока что не обнаружен. Так что, возможно, я была почти на 100% права. Королева Сильвия ей исполнилось в этом году 85 лет. Мы это с вами обсуждали и они устроили себе там череду праздников. Но сегодня в этом выпуске было столько обсуждения нарядов, а они сделали закрытое мероприятие, мы почти ничего не увидели. Мы не можем показать вам полноценный контент, фото и видеоматериала нет, поэтому не будем, наверное, обсуждать. Но посмотрим на шведскую принцессу. Появилась вот такая фотография совсем недавно, пара дней, по-моему. И она носила Циммерман. Девочки, я хотела бы принести свои извинения. Дело в том, что, ну, упорно я называю этот австралийский бренд, созданный двумя сестрами, он мне так нравится, я не знаю, что я вцепилась в это зе. Говорю Зиммерман и все, Циммерман. И талантливые сестры обожают этот бренд. Еще раз я наносила именно их творения, а еще, ну, с ума сойти, посмотрите на ее кеды. Это Клаэ, такие ажурные, феноменальные, прям летние, ну, конфетка. И она фотографировалась вместе с детьми, и никакого мужа мы рядом не увидели в очередной раз. Ладно, про шведов рассказала, у нас дали очень серьезная тема, и это передача власти. А сейчас мы с вами переносимся в герцогство Люксембург и буду язвой, уж извините. Я увидела утром эти фотографии, эту новость и подумала, ну, где-то там в голове у меня мелькнуло, что отец, в смысле великий герцог Андрей, выглядит даже поинтереснее, чем сын, простите меня. Согласны вы со мной или нет, обязательно пишите пальчик вверх. Так вот, великий герцог Андрей появился со своим сыном Гийомом и они сделали ту самую вещь, подтвердили передачу власти. Все это происходило в национальный праздник в Люксембурге, происходило в филармонии вот это действие, там было еще несколько мероприятий, но давайте сосредоточимся на словах великого герцога Андрей. И он сказал, мы вместе с моей супругой, великой герцогиней Марии Терезии, а также с наследным герцогом Гийомом и его супругой герцогиней Стефанией приняли общее решение, что с октября месяца герцог Гийом, мой сын, станет лейтенантом представителем. Он получит эту наиважнейшую роль. Мы вам рассказывали, что передача власти начнется в октябре месяце. Это не новость отчасти, но все официально подтвердилось в национальный праздник. А что же произошло дальше? А дальше интереснее, потому что Гийом вместе со своей супругой, они будут выполнять все эти обязанности, но будут регентами. вот вот это как-то знаете большая новость. удивлена то, что они не согласны передать полностью власть и титул, и великий герцог Андрей так и останется великим герцогом Андрей, как и его супругом. И очень даже интересно складывается эта ситуация. У меня нет слов. какая-то половинчатая передача власти. Возможно, есть какая-то причина, о которой нам с вами не расскажут. Например, устали от работы. Сейчас многие мне напишут, что они там работают. Только и делают, что по концертам ходят. Да, это, конечно же, отчасти правда, но или болезнь какая-нибудь, не знаю. На этом все. Выпуск подошел к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Хотела бы рассказать вам, что завтра мы увидимся на канале Амур и Ройл. Это будет выпуск, почти полностью посвященный Винзорам. Не пропустите, что там интересного произошло. Ладно, не буду вас задерживать, берегите себя, участвуйте в наших розыгрышах, оставайтесь с нами и еще активничайте.